От пионера вожатая до главного педагога района. Профессиональный путь Ларисы Попковой как лестница в одной сфере, где она прошла каждую ступеньку. Сегодня начальник отдела образования Музырского райисполкома каждый день посвящает очень важному – детям. Если говорить за свою педагогическую работу, наверное, я другой работы не вижу. И, как я все время шучу дома с сыном, я больше ничего не умею делать, кроме как учить детей. И я безумно люблю детей, потому что, ну, вот даже приходя в школу, это энергия, это молодость, это креативность и необыкновенность. Это все то, чем вот в настоящее время живут наши дети. Говорят, педагог – это особенный человек, который может использовать свою доброту, опытливый ум, чтобы развить редкую способность побуждать других думать, мечтать, учиться, пробовать, а главное – действовать. Я сама себе повторяю, говорю, что ты должна постоянно учиться. И вы знаете, действительно, я учусь у каждого педагога. Учусь мастерству, учусь терпению и навыкам. Я всегда преклоняюсь перед педагогами Музырщины, потому что они необыкновенные люди, которые умеют повести за собой, зажечь именно своим профессионализмом, талантом, своей мудростью. Эта команда вся, как я говорю, участники образовательного процесса помогают сегодня делать нашу Музырщину педагогическую, талантливой, необыкновенной и очень креативной. В рабочей обстановке Лариса Попкова рационально собрана и строга. Но стоит завести разговор о сыне Иване, и сразу виден весь спектр эмоций к любящей матери. Стимулом моей жизни является мой сын. Человечек, который необыкновенный, которого я безумно люблю, которым мы живем вместе, мы дышим практически одновременно. Мы советуемся, мы общаемся очень тесно, доверяем друг другу. Необыкновенный сын в каком плане? Он как-то почему-то с самого раннего возраста чересчур был самостоятельным. И, конечно, порядочность его, его интеллигентность, его, может быть, даже скромность. И я порой где-то, может быть, себя в душе говорю, что, может быть, не надо было так воспитывать сына. Я всегда говорила и говорю ему сейчас, по нынешней, умей видеть человечка, умей разделить с ним боли. А тем более, что ты доктор, найди для каждого ласковое слово. Даже, может быть, не над твоей таблеткой. Значит, ты просто окажи внимание больному человеку, и это все будет самым лучшим лекарством. Я просто счастливая мама и руководитель с отличной командой. Так Лариса Алексеевна отвечает на вопрос о критериях успешности. Сегодня она признается. Растить и обучать новое поколение – задача сложная. Но успехи учеников и учителей мозрщины, а еще улыбка любимого сына – лучшая в жизни награда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова